Ребята, всем огромный привет! С вами Светлана. Екатерина. И мы сегодня в кадре не одни. С нами дверь. Прошлый видео... Я вот так и знала, что тебя вот на этом закрыли. Прошлые завтраки с нами в кадре был холодильник, но мы попрощались с ним, сдвинулись немного в сторону, и теперь с нами дверь. Я вот из этих людей, знаете, которых... Special guest этого выпуска. Это дверь. Ну, кто кого приглашает, а мы дверь кухонную. На что гораздо, ребят. Всё для вас. Короче, я из вот этих людей, у которых, знаете, есть такие, не знаю, крючочки дурацкие, какие-то раздражители, пунктики, которые просто могут выводить... Вот внимание твоё цеплярится, причём это, может, незначительная вещь, и никто другой этого не заметил бы. Я уверена в том, что если бы я не сказала про эту дверь, большая часть из вас на эту дверь бы не обратила внимания. Но я сконцентрировала ваше внимание. Не благодарите! И теперь вы будете там. Все обратят на неё внимание, когда кот откроет её. Меня вот цепляет дверь. Розетка в кадре. Вот я не только в своём, понимаете, я и в чужих кадрах. Если я вижу розетку, я не знаю, может, у меня любовь настоящая моя, это розетка, но я от неё глаз оторвать потом не могу. Это, знаете, как в быту тоже есть вот такие... Ну, это вообще дурацкие какие-то привычки. Но ты настолько... Вот у тебя это действие, как у собаки Павлова, да, постоянно ты его совершал, ты привык, что это вот именно так, и ты не можешь от этого отвязаться. Вот у меня самый яркий, наверное, пример был. Это, знаете, когда я училась в университете, я жила у бабушки. Мне было удобно от неё добираться, да, ну и квартира у бабушки была побольше тогда, чем у моих родителей. У бабушки газовая колонка. И газ, вот этот вот крантик, который на газу, его надо было поворачивать. Но сам крантик, он отвалился, никто не знает, где он, никто его не менял, не ставил. И очень долгое время, долгое время, это несколько десятилетий, этот крантик открывали отверткой. Отверткой не крестовой, там резьба такая, да, осталась плоская, а именно плоской. И вот эта отвертка, она лежала на тряпочке, значит, перед этой колонкой. И я даже эксперименты над собой проводила. Если я видела, что эта отвертка лежит не на месте, вот не дай бог просто, этот человек, он проклят в мыслях был множество раз. Если она лежала не на месте, вот я уходила в другую комнату. Я не могла ни на чём сосредоточиться, да, сконцентрироваться, потому что я думала о том, что эта отвертка, она лежит не на месте. И всё. И вот точно так же. Вы теперь знаете, о чём я буду думать всё это видео? Я буду думать вот об этой двери. Ещё, я думаю, вы обратили внимание, у нас очень темно, потому что Ростов-на-Дону превратился в Санкт-Ростов-на-Дону. У нас всю неделю нет света. Не грамулечки. Вернее, солнечного света. Солнечного света, а просвета просто нет. Ну и прошлый завтрак. Прошлый завтрак, да, мы начинали с вами со слов, что первый пошёл, да, теперь вы по голосу слышите, что второй уже тоже далеко ушёл и заблудился. Вообще, в принципе, у нас на этой неделе видео не выходило ни на канале, ни на бусти, потому что сначала лежала Катя пластом, потом я легла пластом. И, в общем-то, как бы мы чудесно всю эту неделю проболели. Я уже начала выздоравливать, обрадовалась. И когда я начала выздоравливать, у меня пропал вкус. То есть запах-то у меня всегда сразу отшибает. У меня пропал вкус. Вкус, причём самое поразительное, я не чувствовала даже вкуса чеснока. Мы с Катей ставили эксперименты. Я ещё и говорила, Кать, давай я лук попробую репчатый. Она говорит, нет, хватит, с тебя и чеснока. У неё ни вкус, ни запах не воропадал. Короче, это просто... Сейчас вкус уже постепенно возвращается, но я не чувствовала вообще ничего. Просто ничего. Итак, друзья, как только мы пришли в себя, поняли, что мы можем держать вертикальное положение больше 15 минут, мы решили, что нам надо срочно готовиться к воскресенью. Завтрак пропускать ни в коем случае нельзя. И мы нашли самый сложный. Ну, сразу тогда, по хардкору. Самый сложный рецепт в моей копилке мы нашли. Это печенье. Оно называется, боже, как-то пампкин, чизкейк, кукис. Вот что-то в такое у него название. Это я подсмотрела, то ли это был какой-то либо американский ютуб, да, либо это просто блог был, вот, письменный американский. Вот сейчас я уже не вспомню. Но этот рецепт, он у меня давно, значит, по пунктикам было расписано, что делать надо, и он сложный. Для меня, в принципе, готовить печенье сложно. Оно очень нежное и мягкое. Вообще, я не очень люблю вот эту вот американскую кухню, но я уже давно поняла, что их рецепты с тыквами, с тыквами, с множеством тыкв, оно всегда очень удачно. И мне очень нравится пирог. Я не помню, мы его готовили когда-нибудь на канале. Вот этот американский пирог с вареной сгущенкой, с тыквой. Боже мой, впервые в моей жизни тогда тыква была вкусная. Ну, это прям такой классический американский тыквенный пирог мы готовили. Мы провозились на кухне очень долго. Не всё получилось с первого раза. Это действительно было сложно. Но, ребят, мы это печенье уже попробовали. Потому что тут надо, чтобы оно полностью остыло, и сам рецепт мы готовили вчера. А сегодня сели записывать завтра. То есть, ну, я всё равно могу ещё раз в кадре попробовать? Естественно. Боже, это самое вкусное печенье, которое я когда-либо ела. Я такого вкусного... Я не помню просто, чтобы где-то что-то подобное, настолько, я не знаю, нежное внутри, хрустящее снаружи, с вот этой сахарной корочкой, чтобы оно мне попадалось. Короче, то время, которое мы на него потратили, оно стоит того, чтобы на него было потрачено. Причём я это печенье буду готовить ещё. Что сложного? Ну, для меня и тесто сложно, и начинка, и то, что это надо начинку запихнуть в тесто. В общем, короче, вот эти все процессы, для меня это реально... Я вот люблю, да, тесто сделал, забодяжил, вылил, радуешься. Тут не так. Что нам с вами понадобится? Во-первых, для начинки нам с вами нужен крем-чиз и сахар. Для посыпки, для того, чтобы мы обваливали это печенье, нам с вами нужны, значит, приправы. Это корица, естественно, корица, да, осенний пирог. И опять-таки сахар. Мы просто смешиваем корицу с сахаром, хорошо высыпаем на тарелочку, где будем потом печенье это обваливать, и отставляем надолго в сторону. Для того, чтобы начинку приготовить, мы берём крем-чиз, добавляем сахар и всё это хорошо взбиваем миксером. У нас должна получиться очень нежная такая вот, да, творожная масса. Мы берём какое-нибудь там блюдо, и на это блюдо чайной ложкой выкладываем нашу начинку, ну, пытаемся как-то придать ей форму шариков. Плюхи делаем. Плюхи такие делаем. И на одну порцию, на одну печеньку, надо будет две чайные ложечки выложить. И теперь вот эту нашу начинку мы убираем в холодильник, чтобы она там замёрзла. Наша начинка очень хорошо должна вот прям проморозиться. Часа два её надо оставить в холодильнике. Теперь мы занимаемся тестом. Для теста нам нужно будет мука, коричневый сахар, сливочное масло, тыква, приправы, яичные желтки. Сливочное масло и коричневый сахар мы взбиваем опять-таки миксером в пену, чтобы у нас так сахар, ну, не то чтобы растворился, да, но чтобы это всё хорошо между собой разошлось. Потом мы берём желтки, туда добавляем и опять это хорошо взбиваем. Потом мы берём нашу тыкву. А, предварительно забыла сказать тыкву. Можно взять тыквенное пюре, если вы его найдёте, но мы его не нашли. Поэтому мы взяли тыкву, порезали её кусочками и где-то минут на 30-40 мы её подержали в духовке, чтобы она запеклась, да, и стала мягкой. Потом мы эти кусочки, шкурку убрали, пропустили через блендер, то есть сами сделали вот это пюре. И прежде чем отправлять это пюре в наше тесто, мы должны его хорошо просушить. То есть если у вас много влаги получается, вы прям берёте на тарелку, да, раскладываете это пюре и хорошо промакиваете салфетками, чтобы оно у вас было сухое. И вот именно эту сухую, да, массу тыквенную мы отправляем в тесто и хорошо лопаткой перетираем между собой. И уже после этого мы добавляем муку и тоже хорошо между собой перетираем. То есть у вас тесто, оно получится такое густое, вязкое, липкое. То есть это не будет что-то такое, что вы можете там вот спокойненько тогда тугое, да, замесить. Нет, оно будет прям вот такой липкой консистенции. Теперь мы берём, достаем наши, значит, эти вот начинку сырную, да, наши шарики замороженные из, низкий с тестом, столовой ложкой. Мы взяли хороший такой шарик теста, раскатали его в фут. Ну, не шарик взяли, кому взяли, раскатали его в шарик, да, приплюснули, берём начинку, погрузили в серединку и вот теперь мы слепили шарик. И тут самое главное найти вот тот самый, знаете, баланс между количеством теста и начинки. Ну, вот и здравствуйте. Между количеством теста и начинки надо баланс найти, чтобы начинка ни в коем случае не оказалась нигде снаружи, да. Она должна полностью быть закрыта тестом. И вот этот уже шарик мы обволакиваем, нет, обваливаем, да, в нашем сахаре и отправляем всё это на противень. Ни в коем случае печеньки между собой не должны соприкасаться. Между ними должно быть такое хорошее расстояние, потому что, естественно, при выпекании они сплюснутся, наши шарики, да, и получатся вот такие печеньки. Вот тут у нас, смотрите, вариант, где не очень хорошо, да, получилось закатать, значит, начинку. Она немножко прорвалась, так скажем, наружу. Блин, красивую печеньку я съела. Но на самом деле, то, что оно там чуть-чуть вытекло, на вкус это не влияет, это магически вкусно. То есть, какие-то у меня прям расползлись очень сильно, пока я вот установила то количество теста и начинка. Причём, знаете, вот там написано, возьмите столько-то начинки, столько-то теста. Но вот как было написано в рецепте, у меня не получилось шарики так скатать. То есть, я всё равно своим опытным путём выясняла, сколько чего мне нужно. Извините. Так, всё, пришла королева. Сейчас всё, внимание переключится на неё, конечно же. Значит так, девочки, ничего не готовим, ждём, когда кормят только вас. Всё, всё делается просто. По часам, просто приходим по часам и кушаем. Пусть готовит кто-то другой. Ребят, это идеальное осеннее печенье, просто идеальное. Оно похоже, да, внутри начинка похоже на такой сливочный хороший жирный пломбир. И за счёт того, реально, что оно внутри такое вот прям нежное, а это вот хрустящее из-за сахара, это магически. Я думаю, в принципе, можно сделать без тыквы. Единственное тесто, да. Надо будет чуть-чуть муки добавить. Ну, вдруг кто-то не любит. Но сам тыквенный вкус вы здесь не ощутите. Он даёт именно какой-то аромат, да, вот послевкусие, что-то такое прям вот тёплое, уютное. Ребята, я тот человек, который вообще не любит тыкву. Вообще я не понимаю смысла в таком явлении, например, как тыквенная каша. Но здесь тыква просто идеальная. Сейчас мой папа залился слезами. Он обожает всё, что с тыквой. Я очень рада, что я наткнулась когда-то на этот рецепт. Причём там у девушки был вариант ещё вот это тыквенное, да, там было яблочное пюре. То есть вместо тыквы можно взять яблоко. И, в принципе, всё то же самое. Единственное, что яблоко, оно всё-таки гораздо более влажное, водянистое. Да-да, там, я думаю, надо балансом будет в какой-то арткесте муки подбирать другой, чтобы оно пропеклось и было печенькой. Короче, я вот прям... Горячая рекомендация. Это моё любимое печенье теперь, ребят. В этот раз наш звук держится на короле Донхару. Нет, извините, это очень важно. Юрук Хай. Здрасте. Нет, не хочет. О, о, вот, друзья. Это самое важное, что вы должны были увидеть, не только кошку. Печенье просто супер. Но, знаете, вот за время, пока я болела, я, кстати, успела очень много всего прочитать. Но я читала в основном такую литературу. Подростковую, расслабляющую, ромфант. Потому что, честно, такое состояние было не до чего-то, было, знаете, серьёзного и умного. Ребят, я для себя открыла потрясающую книгу. Я, когда её покупала вообще, я думала, знаете, это будет, я такая, погринжевать. Вот, наверное, так можно, да, трендово вот так можно сказать. Я уже не знаю. Слово подходит или это уже прошлое и это показывает насколько... Молодёжь обвините. Да, я и на слово кринж-то не успела толком, так скажем. Короче, я думала, поржу. Потому что я, когда причитала аннотацию, но я не могла поверить в то, что можно серьёзно написать о нагах. Плата за мир, наверное, он называется. Книга первая. Змеиное княжество. Я думала, я буду ржать. Дело в том, что там главная героиня, она волею судеб попадает к королю нагов. И она вместе с этим племенем нагов путешествует. Куда это она собралась? Короче, наги – это у нас, значит, вверху мужчина, да, а сзади змеиный хвост. При этом змеиный хвост, он ещё несколько метров длиной. Я реально, я думала, что я буду просто ржать, как сучка. Это нелепо настолько выглядит, да, и звучит нелепо, что между ними могут быть какие-то отношения. Ты думаешь, как хорошо, что это не кентавры? Я не верила в то, что это можно написать, ну, вот так, чтобы я читала это, как бы вот. Ребят, насколько это круто написано. Мир, герои. Ты вообще, сама вот эта раса нагов, она воспринимается реально вот просто нормально. Вот знаете, это ещё Питер Джексон говорил про то, что фэнтези, почему так мало экранизируют, да, и вообще в чём сложность экранизировать фэнтези, это тот жанр, который может пострадать от углубления. Фэнтези очень часто пытаются через какую-то мулькиашесность, да, вот экранизировать. И это очень сильно мешает именно взрослому восприятию, потому что даже какие-то взрослые вещи, они слишком вот какие-то сказочные. И вот я, когда думала про это, ну, нельзя, ну, нагов, отношения, ну, нельзя это представить нормально, чтобы ты воспринимал это, блин, серьёзно. Но насколько здорово написано. Мне понравилась и главная героиня. Ой, у главной героини там ещё будет такой, знаете, друг-соратник, нянька ваш. Как раз-таки из представителей нагов. Боже мой, это просто герой сердца моего. Это очень классная история с хорошим проработанным миром, с политикой, с классными героями. Причём, знаете, мне очень понравился сам стиль повествования, что очень часто какие-то вот серьёзные размышления, рассуждения, они перемежаются вот и с юмором, с нелепыми ситуациями. То есть сама там девушка, когда она размышляла о том, что там как у нагов устроено. Потом с какими-то умилительными моментами, потому что девушка у нас тоже, извините, с огромненьким таким секретиком оказалась. Короче, я не знаю, я осталась совершенно в восторге, я заказала себе вторую книгу. Должна мне прийти, обязательно буду читать. Вроде в цикле их три. Если кто-то читал, напишите мне, пожалуйста, что вот этот вот главный герой, что он исправится в лучшую сторону, потому что пока, вот знаете, у меня впечатление от него, конечно, токсика. Так, ребят, ну пока я болела, я читала литературу серьёзную. У меня, в принципе, мне кажется, октябрь за весь этот год, это уже десятый месяц у нас, да, это самый продуктивный месяц. У меня книги в этом месяце все как на подбор. Вот я надеюсь, что так будет и до конца. Ну тем более я, наконец, оставила стендаль с Чеховым. Я ненавижу болеть. Я не знаю, кто относится к своим болячкам, но я просто, я ненавижу простуду. Я ненавижу чувствовать себя не совсем вот дееспособной во всём. Особенно, как бы у меня, если начинается простуда, у меня всё отражается на больной голове. Но в этот раз, вы не поверите, меня спасла звёздочка. Бальзам-звёздочка на лоб и виски помогает хотя бы уснуть при головной боли. Больше мне не помогало ничего. А какой у нас сегодня выпуск? Ребята, вообще, жизненно не полечится. Наверное, для меня обидно, что я, когда болею, мне даже нельзя пить что-то жаропонижающее. Часть из них, она запрещена, когда у тебя эпилепсия. Да. А плюс у меня своя температура понижена. И когда я болею, моя температура типа 36,8. У Кати в любой простуде, в любом вот этом гриппе, да, заболевании, сложность в том, что при эпилепсии очень много таблеток нельзя. И вот даже когда ковид был, вот это сколько было лет назад? Два года уже прошло. А я уже типа помню. Два, три. Извините, память такая хреновая. Три, наверное, года прошло. И получается, что Катя из тех таблеток, которые там назначали, ей вообще ничего нельзя было из-за эпилепсии. Да. Мне можно было только рассасывать таблетки от горла. И облепиху пить. Что я читала? Что я читала, пока болела, это прям обе книги были вау. Во-первых, я такая, ммм, холодно. Я заболела, возьму летние истории. Это было мое знакомство с писательницей Мияка Каваками. И, в принципе, у нас ее на русский язык больше не переводили. Я очень надеюсь, что ее еще будут переводить. Мне очень понравилось. Ребят, если вы читали Саяку Мурату и вам она понравилась, обратите внимание на Мияка Каваками. Вот эта вот приписочка от Харуки Мураками, для меня она была минусом, потому что я не люблю Мураками и я не очень люблю его творчество. Но все это притянули к тому, что он когда-то сказал, что она вот из своего поколения ему очень нравится как писательница. И у них было... Она у него брала огромное интервью, которое в итоге вылилось в отдельную книгу. Ну, теперь я так подозреваю, что вот ее фамилия с Мураками, она просто будет связана очень сильно. По стилю это не близко к Мураками, это все-таки ближе к Саяке Мурате. И вообще вот я очень довольна тем, что у нас современных писательниц из Японии начали переводить. Так вот, это название летней истории. Ребята, оно полностью потерян смысл на русском языке, и мне от этого очень обидно. Дело в том, что на японском оно называется Нацу Манагатари. Ну, Нацу Лето, Манагатари Истории. И нашу главную героиню зовут Нацука Нацумы. У нее иероглиф Лето есть и в имени, и в фамилии. И, соответственно, это история, связанная с главной героиней. Мы ее первый раз встречаем, когда... Ну, фактически тут Истории Нацука, да? Да. Ну, и плюс Лето, потому что здесь очень много, что происходит прямо в жару. В начале романа ей 30 лет, потом ей 40 лет. И у нас рассказана история ее жизни. Пойте, неупокойные пойте. Боже, это ударение во втором слове, оно прямо меня сбивает толку. Это было мое знакомство с Джессмин Уорд. Это у нас самая настоящая южная готика. Блин, я тоже ее хочу почитать. Джессмин Уорд у нас афроамериканка. Это очень здорово написано. Вот здесь всего 315 страниц, но это текст компактный и при этом невероятно глубокий. У нас здесь показана история семьи, в которой столько скелетов, в которой столько вылезает подробностей, что на 300 страницах все это уместить просто невероятно. У нас здесь история идет от матери Леони, это вот поколение посерединке, от ее сына Джоджо и от Ричи. Ричи – это один из мертвых, которого видит кое-кто из семьи. То есть здесь есть герои мертвые, которых видит наш герой. Лео не видит своего покойного брата, а Джоджо будет в итоге видеть Ричи. Ричи когда-то был другом деда. Я прям, ребят, в восторге. Я такая, действительно, я хочу еще у Джессмин Уорд что-то почитать. Это прям здорово написано, и перевод очень хороший. Сегодня, кстати, я видела, знаете, как Екатерина Евгеньевна совершает самый быстрый предзаказ в истории. Сегодня открылся предзаказ на графа Аверина, и вот буквально выложили новость, наверное, две минуты не прошло, он как «я предзаказал». Ну ничего себе, вот это да. Вот это скорости. Даже я так не умею. Если в ноябре Дашкевич уже успеет выйти, я пойду его забирать, я подозреваю, что тут будет как с благословением небожителей, когда в магазине собирается очередь. Надо терпеть. Ну а еще скажите, ребят, вам нравится вот эта композиция? У нас «Дверь в двери». Ну вообще там какой-то момент было малышку видно, она драла камеру. Ну это «Дверь в двери». Нет, я вот когда болею, я не знаю, я в основном вот люблю читать что-то подростковое, наверное. Ну, не знаю, молодежное, как сказать. Такое какое-то фэнтези, да, несложно, расслабляющее. Ну то, на чем особо думать не надо, да? Да, но хотя вот опять-таки вот эта книга, я не могу сказать, что она прям вот вообще суперпростая, как пять копеек куда-то, «Змеиное княжество», но мне вот реально, мне понравилось, насколько я была обманута, да, в своих вот ожиданиях. В том, что я не могла себе представить, что реально, ну как бы, то есть я буду адекватно читать про нагов, да, когда у него змеиный хвост, у него нет, то есть я буду адекватно, да, да, это написано вот без этого оглупления, вообще-то мне так нравится этот термин от Питера Джексона. Блин, может, конечно, это не Джексон сказал, но я это прочитала в истории Средиземья. Но он это пересказал. И вроде как это было от него сказано, но вот это тоже, меня очень часто печалит, именно то, что фэнтези, когда переносят на экран, очень много вот прямо оно скатывается в какую-то сказочность. Мне кажется, вот если говорить о сериалах, которые я видела, это было очень показательно, вот как раз вот с этим оглуплением в «Хрониках Шанары». Очень многие моменты просто нельзя вот для восприятия человека, даже существ каких-то, да, показать вот именно как-то с более реалистичной точки зрения, но вот тут автор, конечно, просто большая, молодец. И насколько интересна сама история сюжетно закрученная, какие классные, ну, ваши девочки, боже, самый колоритный, его выбирали как самого колоритного нага, представите, да, к нашей главной героине. У них это получилось, он реально колоритный. Ещё есть в такой истории. Девочки, всё. Ребят, рассказывайте, что вообще, как себя чувствуете, не болеете ли вы? Что читаете? Вот это печенье готовить, которое мы съели в кадре. Что читаете, когда болеете? Что предпочитаете читать? Печенье. Если у вас есть, как бы, да, особенно умения, получше, чем они есть у меня, я думаю, для вас это печенье не составит сложности, потому что вот когда я его приготовила уже первый раз, да, мы с Катей вроде оглянулись на весь этот процесс, ну, вроде и не так, он прям такой замутный, как казалось изначально. Но, блин, оно невероятно вкусно, оно просто обалденное. Самое вкусное печенье, которое я только ела, ребят. Ещё, кстати, знаете... Я люблю ещё одно печенье. У нас с Катей в завершении этого видео будет шутка, да, которая у нас недавно... Я вот говорю сейчас, хрипло, да, голос такой осипший, охрипший. Недавно на канале я получила просто самый тупой комментарий, который только может быть, мог только быть, понимаете, я даже представить его не могла. Значит, мне девушка написала, у рыженькой голос прокуренный, а мы за здоровый образ жизни, не буду вас смотреть. Теперь у нас просто растиражированная шутка про прокуренный голос. Я обожаю это осуждение, просто прийти мимо проходящий человек, который тебя знать не знает, не видел ни одного твоего видео, делает у тебя выводы далеко идущие. Но, ребята, хорошая мысль такая, да, в конце философская. Давайте не осуждать людей только вот по тому, что нам показалось. Потому что обычно это не соответствует действительности где-то приблизительно на 110%. Ребят, на этом мы говорим вам. До свидания. Всем пока. До скорой встречи. И пробуйте это печенье. Оно просто великолепное. Котики, не болейте. Будьте здоровыми. Хотела сказать, как мы, но это непросто. А у нас что, реально не осталось ни одной печеньки? Ну, за кадром есть еще. Я просто две в кадр вносила. А сколько еще есть? Еще три. Слава. Господи, я уже испугалась. Все твои будут.